Они все получают фиаско. Любой кшатрий, любой бизнесмен, который там воюет в экономических битвах, у них же процесс какой? Любой бизнес, еще раз повторюсь, он увеличивается, на прямом этапе приходят более злые хищники, его поедают. Это норма, нет никакого бизнеса, ни одной фирмы, которая будет развивалась. Придумаем пример, Стив Джобс организовал Эйпл когда-то, пришли более крутые хищники, и его поставили такие условия, что он вынужден был оттуда уйти. Какой-то колесолет лишь только наблюдал за тем, как его бизнес там плавно деградирует. Потом, соответственно, ну посмотрите, вот фильм вышел, очень полезно узнать, как определенные процессы развиваются. Но любой бизнес, он развивается вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Все поглощается более молодыми хищниками, это всегда. Поэтому надеяться на то, что у него все будет хорошо, так не бывает в жизни. Это противоречит законам природы определенным. Поэтому он получит проблемы. Потому что, вы представляете, вот человек всю жизнь прикладывал усилия. Десятки лет он терпел, корпел, он тащил этих недоношенных своих менеджеров, он выстраивал какую-то империю. И в определенный момент он теряет все. Вы можете себе представить, переживание этого человека, это даже не ребенка потерять. Потому что, если потерять ребенка, это там можно подумать о том, что я что-то новое создам. Ну то есть рожу там кого-то, до некоторой степени человек осознает, успокоится. А когда ты вот прикладывал, там приходит злость на тех, кто у него отнял бизнес, на десятки лет вперед. То есть он как, знаете, среди тусовки в Москве детей богатых людей, есть такое высказывание. Что столько, сколько заработали наши родители, мы не заработаем никогда, у нас нет шансов. Никакие там залоговые акционы уже не будут, ничего этого не будет. Поэтому они очень послушные, они выполняют все как надо, потому что понимают свое место в мире. Соответственно, менеджеры, которые, или там люди, которые как бизнесмены проживают определенный бизнес-процесс, в конце всегда получают одно и то же. С собой ничего этого не заберет. И если из жизни в жизни это будет продолжаться, это всегда очень драматично и болезненно. Ведь мы еще не рассматривали вопрос, почему, допустим, какой-то человек находится на вершине определенной бизнес-империи. Что он должен был делать в прошлой жизни, чтобы в этой жизни оказаться на этой вершине, как вы думаете? Он должен был накопить. Как? Быть внизу, постоянно накопить, накопить, накопить. Правильно. Он должен был пройти все ступеньки этой бизнес-империи. И в конечном итоге наступает такая звездная жизнь. Он там, как это сказать, как акционером он стал, например. То есть не просто назначенный менеджер, а человек, который контролирует там какими-то уже активами. Только потому, что это титанический труд его собственных живатым в прошлых жизнях. Он копил, копил, копил. То есть как строил империю, строил, строил, строил. И в конечном итоге ему в жизни дали возможность теперь узнать, а что же это такое директорское, например, там кресло или кресло акционера. То есть он должен узнать весь спектр. Потому что большинство начинающих менеджеров о чем они мечтают? А вот как круто там Петрову руководить. Ничего не делает. Приезжает в офис, сидит там, извините, в потолок смотрит. Только потому, что он это не испытал. Поэтому на определенном этапе ему обязательно нужно пережить опыт Петрова тоже. Чтобы полностью был опыт. Вот тогда люди отказываются и от этого. То есть нужно присытиться. И вот этот бизнес как таковой, он необходим для полного присыщения. А когда присытится, он все поймет, что это тоже не выход. Вот поэтому они становятся брахманами. Он понимает, что невозможно все страсти удовлетворить. Невозможно как бы насытить все желания, которые только возможны. Амбиции у тебя какие-то, да без проблем. Сколько у тебя амбиций не будет, все равно придут те, у которых будет еще больше амбиции, чем у тебя. Любой лидер он рано или поздно проигрывает. Любой. Это мир непостоянства. Не бывает такого, что он кто-то и вот как глыба. Пора уже заканчивать, да? Еще какие-то вопросы есть? Перейдем теперь. Теперь как, то есть с шатрами, вы все услышали? Заниматься им хорошо, легко получается. Но чаще всего то, что они занимаются, используют не по назначению.